Привет, друзья! В мире автомобилей существует особая категория, которую автолюбители называют «слиперы». Это машины, внешне не привлекающие внимания, но скрывающие под капотом настоящий сюрприз. Одним из таких автомобилей стала Skoda Superb Estate Slipper Edition. Официальный автомобиль компании Skoda, разработанный в сотрудничестве с британским тюнинг-ателье RE Performance. Эта уникальная версия семейного универсала готова удивить даже самых требовательных поклонников скорости. На первый взгляд уникальный Superb кажется обычным семейным автомобилем. Внешне он практически не отличается от предыдущего поколения Superb, и лишь тонкие изменения добавляют агрессии, однако главное скрывается под капотом. В базовой версии Superb Estate предлагает вполне себе достойные 272 лошадиных силы и 350 ньютон-метров крутящего момента, что уже позволяет разгоняться до 100 км в час за 5,6 секунды. Но версия Slipper Edition идет еще дальше. Мощность была увеличена до внушительного показателя в 470 лошадиных сил, а крутящий момент до уровня в 662 ньютон-метра, что обеспечивает значительное улучшение динамических характеристик. Для достижения такой впечатляющей производительности была проведена серьезная модернизация. В двигателе объемом в 2 литра установлен турбокомпрессор Garrett, который работает в паре с обновленной топливной системой. Также были добавлены интеркулер и модифицированная система впуска воздуха. Все это позволило значительно увеличить мощность и улучшить динамику автомобиля. Кроме изменений под капотом, Skoda Superb Slipper получил регулируемую подвеску от KV и мощные тормоза от AP Racing. Благодаря этим доработкам автомобиль теперь ближе к асфальту почти на 5 см, что не только придает ему более агрессивный внешний вид, но и заметно улучшает управляемость. Специально разработанный Downpipe завершает обновление выхлопной системы, придавая звуку выхлопа больше глубины и мощности. Важно отметить, что несмотря на все модификации, автомобиль сохранил полный привод и семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Это гарантирует уверенное и стабильное поведение на дороге, даже при максимальных нагрузках. Интересной деталью является и то, что базой для Slipper Edition послужила версия в комплектации Lauren & Clement. Этот вариант назван в честь основателей компании Skoda, Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Комплектация Lauren & Clement предлагает высокий уровень комфорта, включая кожаное сиденье, трехзонный климат-контроль, аудиосистему Кантон и матричные фары. А особая краска Royal Green, которая появилась в честь коронации короля Чарльза III, придает автомобилю дополнительной элегантности. Skoda Superb Estate Slipper Edition – это не просто модифицированный универсал, а настоящий прощальный аккорд для третьего поколения Superb. К сожалению, ожидаемое четвертое поколение не сможет похвастаться такими мощными характеристиками, как этот уникальный автомобиль. Однако, несмотря на все его совершенство, автомобиль не будет доступен для продажи. Вместо этого он станет частью автопарка британского отдела Skoda, что лишь добавит ему эксклюзивности. Hyundai и General Motors подписали меморандум о взаимопонимании. Ну а что же стоит за новой потенциальной сделкой? С каждым днем в автомобильной отрасли появляется новое партнерство, целью которых является сокращение затрат и повышение конкурентноспособности на мировом рынке. В этот раз Hyundai Motor Group и General Motors объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, направленного на изучение возможностей сотрудничества в разработке будущих автомобилей, совершенствовании цепочек поставок и применении чистых технологий. Стоит отметить, что этот документ не является обязательным, а представляет собой рамочное соглашение, которое открывает двери для будущих более конкретных сделок. Как отмечают обе компании, обсуждения возможных направлений сотрудничества начнутся немедленно, что подчеркивает срочность и важность данного партнерства. Среди возможных направлений сотрудничества Hyundai и GM выделяются разработки пассажирских и коммерческих автомобилей, а также силовые агрегаты для традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобилей и автомобилей на водороде. Компании также намерены изучить возможности совместного закупа сырья для аккумуляторов, стали и других ключевых материалов, что позволит им использовать эффект масштаба для снижения затрат. Согласно совместному заявлению Hyundai и GM, основными целями партнерства являются повышение эффективности и увеличение конкурентноспособности на рынке обеих компаний. Взаимодействие в стратегически важных областях должно способствовать сокращению расходов на исследования и разработки, а также ускорению создания новых продуктов. Если сотрудничество окажется успешным, обе компании смогут быстрее вывести на рынок более широкий ассортимент автомобилей для своих клиентов. Автомобильная компания Ford пересматривает свои планы по электрификации на фоне растущего спроса на гибридные автомобили и усиленного ценового давления в сегменте электромобилей. В среду компания объявила об отмене выпуска электрического трехрядного внедорожника, который был запланирован на 2025 год с запасом хода в 560 километров. Ford уже вложил в проект 400 миллионов долларов. Однако конечная стоимость изменений в продуктовой стратегии может достичь полутора миллиардов долларов. Ford также сообщил о сокращении инвестиций в электротранспорт с 40% годового капитального бюджета до 30%. Вместо отмененного электрического внедорожника компания планирует сосредоточиться на разработке новой линейки трехрядных внедорожников с гибридной технологией. Гибридные автомобили, по мнению Ford, являются более выгодным решением для самых больших моделей, поскольку стоимость батарей для таких автомобилей пока остается достаточно высокой. Кроме того, компания рассматривает гибридную версию для следующего поколения пикапов F-Series Super Duty, которая предложит несколько вариантов силовых установок. Несмотря на изменения, Ford по-прежнему придерживается стратегии электрификации. Автопроизводитель представил новую недорогую платформу для электромобилей, которая станет основой для нескольких моделей, как в пассажирском, так и коммерческом сегментах. Первый автомобиль на этой платформе – это среднеразмерный пикап, который выйдет в 27 году. Также в 27 году ожидается долгожданный преемник F-150 Lightning, получивший кодовое название проект T3. Изначально выпуск этого электрического полноразмерного пикапа планировался на 2025 год, но Ford принял решение отложить запуск. Это позволит использовать более доступные батареи и дать рынку время адаптироваться к электромобилям. Производство будет налажено на заводе в штате Теннесси, где уже ведутся подготовительные работы. Ford также добавил, что обновленные планы по электрификации будут представлены в первой половине 2025 года. Компания продолжает адаптировать свои стратегии к изменяющимся рыночным условиям и находит баланс между гибридными и электрическими технологиями, предлагая более доступные и современные решения для своих клиентов. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и, конечно же, присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok